А сейчас я хочу поговорить с вами о вашем бренде, о вашей компании и о том, почему у вас идут дела не так, как бы вам хотелось Это 90% людей эти ошибки делают Самое простое, что мы можем делать, это заводить свое тело Но если в машину мы ключ зажигания не сделаем, то какая бы классная машина наша не была, она стоит Что делать, чтобы ваш видеоконтент классно работал? Если вы продаете что-то в интернете, вам это очень-очень крутая информация сейчас мы даем Зажгись давай, пробудись, ты можешь изменить свою жизнь, ты прямо сейчас можешь залезть в машину и поехать, и все будет по-другому, понимаешь? Вы выглядели просто, как обычные торговцы обуви, которые где-то там купили, пришли сюда и тут просто продаете Это облом, это провал Это провал Всем привет, друзья, ну что у нас в эфире новый выпуск зажигалки И в этот раз я настоящая зажигалка или наоборот зажигалка, потому что ровно неделю назад стартануло мое пробуждение Стартанули в Киеве и затем отправились в Кременчуг И это было потрясающе, поэтому отдельные мои поцелуйчики и вообще моя благодарность всем, кто приехал Что я могу сказать? Сегодня вы увидите немножко, как это было, с каждым разом это становится все круче и круче У нас впереди еще много городов, и как я уже говорила, я хочу приехать в каждый город Поэтому, дорогие орги, где бы вы ни находились, обязательно пишите, у нас уже есть для вас готовое предложение Как мы приезжаем, куда мы приезжаем, но самое главное, что приезжаем и пробуждаем абсолютно всех Поэтому прямо в этом выпуске вы сможете увидеть, как именно это происходило Ну и еще очень много всего интересного, так что смотрите нас до конца, потому что будет горячо Ну а если вы хотите ничего не пропускать, то не забывайте подписаться на наш канал, потому что это самый лучший канал, и вы вот с этим согласны Ну что, мы решили с Сережей после посещения Polaris, которые, как вы знаете, были в Киеве у нас на большом таком, как это сказать, рыночке, что ли Все свои, где представлены производители, вот были все детские бренды, и в общем-то мы зашли посмотреть на то, как Polaris представлен, какая у них обувь Юрий и Елена Павликин, владельцы фабрики детской обуви Polaris Семейному производству более 30 лет, это семейный бизнес Производство насчитывает уже около 50 сотрудников До недавнего времени развивались только через крупных дистрибьюторов Пришли в шоу с целью увеличить продажу в два раза и стать привлекательным и узнаваемым брендом для первичного потребителя Так, а маржинальность у вас какая? Примерно до 20% На данный момент мы обозначили следующие задачи Разработка бренд-платформы и визуальной упаковки для бренда Создание хорошего продающего интернет-магазина и настройка целевого трафика Создание инстаграм-стратегии с целью налаживания продаж По всем направлениям подбираем партнеров и приступаем к работе Кстати, ребята перед тем, как приехать, попросили нас, говорят, Олю попросили, говорят, в инстаграме нас отрекламируют, что мы тут приехали Будем на этой ярмарке все свои, Оля отрекламировала Я, когда мы зашли на ярмарку, я стал искать, ну я представлял себе, что я зайду и сразу увижу такую огромную надпись Polaris, фабрика А, целый этаж Вы уже стоите в видимой какой-то части, может быть, это даже постоянная ваша точка реализации Это тоже очень часто бывает такая же ошибка, потому что наши глаза замылены, мы находим себе какие-то оправдания Но мы платим деньги для того, чтобы принять где-то участие или арендовать место И затем ужасно прогораем сами, совершая те ошибки, которые просто убивают наши продажи Или делают их совсем не такими, какими бы они могли быть Либо второй момент, убивают наш бренд Потому что мы говорим о том, что бренд это такая вещь, которая требует времени, да? Нам необходимо какое-то время узнаваемости Нам нужно много касаний с нашим клиентом, чтобы он нас запомнил Мы, например, выставляем свои рекламные сейчас баннера на различных конференциях и так далее Для того, чтобы люди нас запоминали Да, возможно, не каждый знает, кто это Но кто-то, возможно, кто-то уже знает, кто это Но сам фактор того, что чем больше вас видят, тем лучше Потому что в какой-то момент наступает критическая масса, и вы становитесь узнаваемым Поэтому над этим нужно работать Давай начнем с ключевых моментов, да? То есть первая ошибка, которую мы увидели, это то, что в принципе Polaris нигде не было написано вообще Была белая стенка, не было никакого плаката Я когда начала позже анализировать, я думаю, наверное, ребята сейчас ждут новый стиль Но новый стиль это замечательно И, соответственно, например, есть самый простой баннер, который выезжает, да, сейчас Это очень удобно, он уже не мнется Потому что часто бывает так сложил в дудочку, и потом он как, знаете, из заднего места Нет, очень удобно, все сложено в чехольчик, ты его просто достал, натянул и обратно затянул Все идеально, возможно, не захотели на это тратиться Но банальный плакатик, который можно напечатать и повесить на стену как минимум Просто необходим, потому что в противном случае вашего бренда здесь не было То есть мы видели другие компании, бренды У кого-то было лучше, у кого-то было хуже Но в принципе везде была узнаваемость Здесь же узнаваемости не было никакой То есть продавали просто обувь Продавали просто обувь No name Да, no name, абсолютно Второй момент, который можно было бы сделать точно Это футболки, какая-то форма Запомните, ваша униформа, она вас отличает и делает фирменными Посмотрите на компанию Boda, кто живет в Украине Посмотрите, как они стоят в торговых центрах, активно работают Это, кстати, шикарный кейс того, каким образом необходимо работать, когда вы находитесь в ритейле Когда вы находитесь с людьми Это постоянные активные касания, это узнаваемый фирменный стиль Мы сразу же видим, что это за человек, какую компанию он представляет И мы это также запоминаем Люди, которые покупали обувь, в принципе, если они глубоко не погружались Я редко, например, погружаюсь в какие-то процессы Ну вот надо заставить Хотя я редко покупаю не у брендов Они не запомнят Даже если эта обувь им понравилась Они ее померили, потом подумали, да я пойду найду Ну попробуйте провести такой следственный эксперимент Походить по разным магазинам Вам будет только в момент, когда вы там находитесь, казаться, что вы это помните Все, вы потом выходите, у вас полностью все теряется, идет расфокус Поэтому Polaris в данном случае прошел мимо Если бы я лично не знал этих ребят в лицо, то я бы не нашел бы никогда на этой ярмарке просто Polaris Потому что я искал везде, ходил Polaris и просто увидел, что знакомые лица Юра и Артем стояли И они обслуживали покупателей Это было плохо Это ужасно Это плохо, когда Юра и Артем обслуживают покупателей Во-первых, это детская обувь Соответственно, клиент все-таки женщина И мне как женщине, например, комфортнее общаться с мамами Ну мне так, например, было бы легче То есть если эти люди, женщины А второй момент, это то, что Юре было неудобно Я не видела в нем активного какого-то продавца То есть он просто стоял так иногда, типа, помочь, не помочь И мне кажется, что все-таки должны работать конкретные продавцы, которые на этом сосредоточены Опять же, если вы производитель, если вы фирменным, хотите быть фирменным А вы пришли к нам, потому что хотите быть фирменными У вас должно быть какое-то фирменное свое торговое оборудование То есть просто, когда на полу лежат коробки И на коробках стоят, как вот, не знаю, как у метро, да, эта обувь Ну и не совсем здорово, ребята Надо сделать какие-то стоечки, которые помещаются в машину Которые мобильные с собой можете привезти, поставить Которые сразу же вас бренд поднимают над конкурентами Юра мне, кстати, сказал, что они продали в 2 раза больше обуви, чем их рядом конкуренты Но это здорово Ну здорово, что у вас там была торговля нормальная Я вижу, что обувь хорошая, ее покупают, отличный товар Но, ребят, ну вы же огромную аудиторию, ваша целевая, которая проходит мимо Вы могли бы захватывать их контакты, делать какие-то людям предложения Проводить какие-то розыгрыши Самые простые вещи, это когда вы собираете контакты для того, чтобы проводить розыгрыш Контакты будут оставлять только целевые клиенты, потому что им детская обувь иначе не нужна Туда вообще не целевые не приходят Это такое уникальное место, где все клиенты целевые, правда? Да, да, все только по детским было вещам То есть запомните, если вы находитесь где-то в зоне ритейла Опять-таки вы обязаны собирать контакты своей целевой аудитории А дальше уже добивать их всевозможными своими предложениями аккуратно Не волнуйтесь, тем людям, которым это будет не нужно, они сами отступят от этого Но тем, которым будет нужно, они начнут с вами касаться Не было никакого инстаграма, подпишись на нас, да? Вы же решили с этим работать Никаким образом у нас есть сайт Ничего такого нету Я не видела и не знаю точного пути в касании с клиентом Когда он делал у вас покупку Но когда он делает покупку, вы обязаны сразу же брать его все контакты И сразу же вводить уже в базу своих клиентов Потому что этот клиент один раз пришел и сказал Да, мне нравится ваш продукт Он мне подходит, он сидит на моей ноге, да? Это уже круто Продукт реально классный, вот то, что обидно Да, но упаковка реально голливая И самое главное, знаете что? Я с Юрой разговариваю, говорю Юра, почему у тебя вот это не сделано? Это, это Он говорит, да я все знаю Просто как-то вот у него на все нашлись оправдания Вот тут нам плакат должны были передать, не передали Тут нам вот это что-то То есть вы все знаете Все, что мы сейчас говорим, вы все знаете Просто не делайте простые вещи Просто надо знать Потому что необходимо делать Вы должны понимать, что мы не можем за вас сделать Ваша задача очень быстро двигаться Если вы сегодня хотите побеждать Ваша задача быстро двигаться Находить возможности, ресурсы, деньги Все что угодно Понятно, что сделать, возьми и сделай До тех пор, пока вам понятно и не сделано Ничего нет Точка ноль, полный Если говорить о конкурентах Рядом стояли ребята У которых была очень красивая упаковка Безумно Но очень маленький выбор Равнение на конкурентов Когда мы говорим, они продали меньше Ребята, это вообще бред Это вообще бред Нельзя никогда делать никаких таких равнений И радоваться, что, мол, у него хуже Еще такой момент, который врезался мне Это, в принципе, никакого по УТП нету отличия Я подошла на один из стендов И нашла бумажечку с детской обувью Где была написана какая-то другая компания Обувь для счастливых детей Отвратно, когда у вас слоган Отличается там одним каким-то предлогом Счастливых детей и для счастливых детей Это отвратительно Нужно искать очень классный все-таки слоган Вот то, с чем у вас проблема Я хочу, чтобы вы меня услышали сейчас Лена и Юра И все остальные тоже Вы приходите для того, чтобы получить новый результат Но при этом не желаете отказываться ни от чего старого Нельзя получить ничего нового При этом продолжая делать то, что вы делаете Нам нравится этот слоган Нам нравится наш логотип Нам все нравится Но тогда в этом случае Пусть вам нравится ваш результат Потому что мы не можем на этом построить новый результат Вы хотите, чтобы вас качали энергией Вы хотите, чтобы вас заставляли Вы хотите Но, ребята, мы уже не в детском садике Мы не в школе, чтобы заставлять вас написать ЭГЭ, МЭГЭ Я уже не знаю, как это все называется ЗНО в Украине это называется Мы не в детском садике Вы должны очень четко делать Действовать Очень быстро это делать И понимать, что если вы хотите новых результатов То необходимо что-то менять И делать это очень и очень быстро Прежде всего вы хотите много дилеров Но дилеры никогда не будут вашим Вы никогда не найдете дилеров Пока вы сами не начнете транслировать свой бренд везде Вы не транслируете вообще свой бренд Как вы можете кого-то привлечь? Бренды нет Вы конкурируете просто по обуви Если мы говорим о конкуренции по обуви То рядом стоял еще через Я хоть посмотрела Увидела, что, кстати, детской обуви больше, чем я предполагала И были очень симпатичные какие-то там босоножечки Которые стоили 500 чем-то гривен Это было в два раза дешевле, чем в Polaris И меня вообще эта цена повергла в шок Это, ребята, порядка 20 долларов Это розничная цена И я бы на вид, на внешний вид эти босоножки бы купила, например, там, малой гулять куда-нибудь во двор Они были очень симпатичные Юра начал говорить мне, когда я ему об этом сказала Да это у них Китай А где я вижу, что у вас не Китай? Если у вас есть такие УТП, которыми вы гордитесь Что это наша фабрика Вы производители, у вас высокое качество Почему у вас это нигде не написано? Вообще не написано, не нарисовано Почему это нигде не видно? Что мы производители, мы у нас фабрика Сделайте, значит, акцент на этом в своем УТП Что у нас своя фабрика Сделайте классную фотосессию Где ваши все, кто делают руками, они волшебники, гномики Снимите такой ролик Необходимо включать креатив Необходимо свои УТП эти выделять Потому что я как клиент подхожу, тут обувь, там обувь Тут симпатично, тут симпатично Вы выглядели просто, как обычные торговцы обувью Которые где-то там купили, пришли сюда и тут просто продаете Вот это было такое ощущение Абсолютно, поэтому над этим нужно работать А вы, друзья, все, кто смотрят, посмотрите на свой бренд Посмотрите на себя со стороны Посмотрите, что делаете вы На таких мероприятиях, как в столице, когда проходят ярмарки Если у вас классный продукт, вы должны продавать его в сотнях Вы должны, он у вас должен разлетаться Это чек в 1000 гривен, не чек Конечно Ну, не чек, учитывая количество людей, которые проходят Когда вы продаете 25-30 пар и радуетесь этому Ну, ребята, ну, блин, ну, это облом Это облом, это провал Это провал Вот, поэтому сделайте, пожалуйста, выводы И я хочу, чтобы вы, Лена и Юра, включили свои булки Харе отдыхать, харе о чем-то думать Хватит тормозить Пора действовать И действовать должны вы Мы за вас этого делать не будем Все, что мы можем сделать, это дать вам классные рекомендации Дать вам под зад Ваша задача действовать, это ваш бренд И вы выбираете сами, кем вам быть Быть просто компанией, которая конкурирует за то, чтобы заработать на зарплаты Или стать компанией номер один в Украине по детской обуви И хватит уже этих счастливых детей Давайте придумаем что-нибудь интересное Пусть обувь для счастливых детей будет у ваших конкурентов А у вас будет обувь для пи-пи-пи детей Пошли работать Пошли Когда в зале столько ты хочешь на сцену Когда ты стоишь за кулисами Ты такой думаешь, ну как хорошо в зале Хорошо, можно сидеть, подряться Ритиковать Чего ты вообще не эмоциональный? Зажгись давай, пробудись Ты можешь изменить свою жизнь Ты прямо сейчас можешь залезть в машину И поехать, и все будет по-другому, понимаешь? Что все как-то не так В зеркале на тебя смотрит не тот человек Тебя окружают не те люди Никогда в жизни никто не может повести нас за собой Если человек будет вялый и апатичный Никогда не было ни одного лидера в жизни Который бы мог что-то изменить Находясь в состоянии такого пассива А ведь каждый из нас, как минимум, должен быть лидером своей собственной жизни Включить самого себя А теперь включаю все тело в максимум А я тоже так могу смотреть Вы не хотите, блин, как бедный американец Новый телефон айфон себе каждый год покупает И не смотреть, что, сука, в этом году стоит 60 тысяч гривен Захотите этого? Мы же все в коробочках Ничего нельзя, не хватает Нельзя требовать Мужчина расстроится Если я ему скажу, подумает, что он научная Я тоже не могу Потому что у меня такая зарплата Мне надо ребенку купить туфли Заплатить за институт Я как-нибудь потом Когда потом Полная башка с единой Когда потом Иногда мы почему-то бежим Что-то нас преследует Нам постоянно говорят Вселенная нам говорит Люди нам прямым текстом говорят Делай это, делай это, делай это А мы тупо не слышим Мы что-то делаем другое Мы типа, не, не, вы не понимаете Я не про это, я не про то Я долгое время говорила Блин, я хочу закончить С этими дурацкими свадьбами Потому что на мне сидят одни женщины Я не могу Женщины, женщины И тут, опа, короче Месяц назад У нас женский бизнес-клуб Hello с возвратом И я подумала Чего я такая дура Чего я бегу от женщины Если женщины любят меня Если им нравится Если, в принципе, я ничего против них не имею То зачем от этого бежать И самое простое, что мы можем делать Это заводить свое тело Но если в машину мы ключ Зажигания не сделаем То какая бы классная машина Наша ни была Она стоит А сейчас я хочу поговорить с вами О вашем бренде О вашей компании И о том, почему у вас Идут дела не так, как бы вам хотелось За последнее время стали активно открываться компании Маленькие, средние бизнесы И обычно сейчас они стали появляться Из-за того, что мы с вами Не находим какой-то услуги Или товара того качества Или с тем отношением Которым бы нам хотелось Я очень много слышала истории о том Что вот я начала заниматься Пошивом этой детской одежды Потому что не могла найти достойное качество За приличные деньги Мне хотелось Я не нашла И я это сделала И таких историй огромное количество Я уверена, что вы себя Также можете идентифицировать с этим Но что получается Когда мы придумываем какую-то свою идею Придумываем идеологию Нас это страшно греет Страшно вставляет Но когда мы начинаем выходить на рынок Мы сталкиваемся с большой проблемой Не покупают так, как мы ожидали Потому что когда мы спрашиваем своих друзей Знакомых О том, покупали бы вы такой продукт Вот если он такой классный Если у него цена значительно ниже Чем то качество, которое мы предлагаем Все говорят Да Но когда мы выходим на рынок Где полным-полно Уже подобных товаров или услуг Да, возможно, они хуже Да, возможно, они дороже Но мы видим большую проблему Нас покупают мало И что мы начинаем делать в результате? Мы начинаем конкурировать стоимости Мы начинаем говорить себе о том Что люди мало зарабатывают Что сейчас мало денег И поэтому нам приходится снижать стоимость В итоге мы доходим до таких цифр Которые не просто нас не удовлетворяют И лишают энергии Потому что мы отдаемся Очень сильно хотим А результат получаем настолько мизерный А иногда вообще уходим в минус Что сил просто нету Либо же мы понимаем Что просто невозможно Из-за этого при таком раскладе При таких цифрах и таких объемах продаж Сделать прибыльный бизнес Почему это происходит? Проблема самая глобальная Которую вижу я Заключается в том Что мы не можем донести своему клиенту Свою уникальность Мы Вот если бы клиент знал Как мы к этому пришли Если бы он знал Как мы выбираем свои там Я не знаю ткани Если бы он знал Каким образом мы детально относимся К обработке всех этих вещей Если бы он знал Почему мы этим занялись И какую идеологию несем То клиент бы выбирал нас А не кого-то другого Потому что ему было бы важно Понимать Что это не просто какая-то свечка Не просто какие-то вещи А это что-то очень классное Очень крутое И он бы помнил нашу историю Он бы нас каким-то образом выделял Но клиент этого ничего не знает Потому что мы не можем ему это донести Посредством наших текстов Одно там сообщение написали за 150 лет На эту тему Или написали где-то текстик на сайте И надеемся, что клиент сам сможет это увидеть Согласитесь Это есть проблема Я, по крайней мере, вижу это постоянно То, что кажется нам и так всем известно Далеко не так Это неизвестно никому И в большинстве случаев Если вы зайдете в магазин Или на страничку в инстаграм Вы увидите просто очередные вещи Просто очередные ювелирные изделия Очередной салон Что-то очередное Что вы не поймете В чем его разница от других Для этого на помощь приходит видеоконтент Потому что видеоконтент Это не просто так называется Вот сейчас уже два года Основной тренд в развитии маркетинга Уже признанно и доказано Что видеоконтент влияет лучше Прежде всего почему Не только потому, что это живая картинка Нет Потому что это наша возможность Донести смысл И сделать так, чтобы люди Не просто увидели картинку А чтобы они что-то услышали Но как сделать так, чтобы люди это делали И когда я общаюсь сегодня с предпринимателями Люди говорят мне Ой, Оля, ну что ты там снимаешь Мы знаем Мы вот наняли классный продакшен Нам вот сняли очень красивый ролик О моем колечке Или о моем платьичке Или о моем магазине Посмотри, как все красиво И действительно С точки зрения эстетики Это красиво Но это опять-таки бездушно Потому что человек видит Очередной какой-то ролик И мы можем конкурировать с маленькими Но мы не можем, например, конкурировать с большими Которые имеют гораздо большие бюджеты рекламные Раскрученные бренды И они снимают вообще что-то потрясающее Потому что в данном случае Не столь важна вот эта красивая картинка Которых сегодня миллиард Сколь важен смысл Объяснить, рассказать, донести Чтобы это было интересно Чтобы это зацепило Чтобы это стало понятно И здесь снова проблема Потому что кто-то говорит Ну окей, я написал свою историю Я сел перед камерой и рассказал Красиво или некрасиво Кто-то говорит А мне агентство специально прописало тексты, слова И что происходит? Вы садитесь вот так вот Очень внимательно Красивенько Очень напряженно Потому что вы перед камерой говорите редко И превращаетесь в тех самых мумий Которые выстраивают слова Странным образом, которые написаны на бумажке И пытаются произвести впечатление Естественно, что-то никого не вставляет Это никому не интересно И в этом есть трабл Что делать, чтобы ваш видеоконтент классно работал? Прежде всего понять, о чем нужно говорить Что это должно быть? Для этого вам необходимы люди Которые понимают Что нужно показывать людям Не ролик сделать, который будет нравиться вам А ролик, который будет понятен Который будет объяснять вашу историю В котором вы будете естественными Люди любят настоящих людей Они не любят кого-то суперидеального Потому что они в это не верят Это первое Вам нужны такие люди Второе Вам нужен непринужденный разговор Гораздо проще людям Которые не умеют работать перед камерой Общаться в диалоге Быть расслабленными, спокойными А камера за ними просто подглядывает Чем садиться перед камерой И с тем же каменным лицом Пытаться смотреть, не моргая И при этом чувствуя себя просто Как отвратительная жаба на болоте Это второй момент Третий момент, который не менее важен Это то, что вам теперь Когда у вас есть классное видео Которое есть живое Его важно донести и показать Кому его доносить? Но прежде всего Если вы снимаете видео для какого-то YouTube-канала Для нас Есть уже готовая аудитория Смотрите на какую-то готовую аудиторию Которая вам подходит И это был знак BB Второе Вам необходимо Вы можете это видео таргетировать На определенную аудиторию К примеру Вы сняли рекламный ролик Это даже не рекламный ролик Это фильм о вас Вы сняли сюжет Фильм о вас И затем можно очень четко Старгетироваться на том же YouTube На ту аудиторию По тем запросам Которые вам нужны Это тоже круто Третье Вы можете этот контент Поставить к себе на сайт Ведь если мы заходим на ваш сайт А вы торгуете суперкрутыми трусами Носками, платьями, свечками, кольцами Мы просто видим товар А мы можем увидеть вашу историю Человек может клацнуть на пальчиком На экран И посмотрев о вас 10, 15, 30 минут Уже совершенно по-другому взглянуть на то Что вы делаете С большим доверием С пониманием того Что такие люди Не могут сделать ничего плохого Четвертое Мы можем взять это видео Как сейчас очень трендово И запустить его по Facebook Отдельно То есть так, чтобы люди смотрели А вашу историю на Facebook Таргетировано под рекламу С каким-то офером Но это тоже очень классно работает Потому что это по-живому По-настоящему А не просто напряженная Говорящая голова Которая этим занимается И сегодня я наблюдаю Потрясающие отличия Между теми компаниями Которые понимают это И делают И теми, которые не делают И именно поэтому И YouTube, и видеоконтент Сегодня безумно популярны Мы решили на своем канале Сделать такую пробу пера Мы хотим сейчас Отснять несколько историй Разных бизнесов Маленьких, больших Каких угодно Помочь вам достать эти смыслы Помочь вам показать И донести ту идеологию Ту идею Ту уникальность Ту ценность, которая у вас есть Помочь людям влюбиться в вас И естественно После этого влюбиться в ваш продукт Потому что это очень тесно взаимосвязано Поэтому у вас есть Отличная возможность сейчас Мы оставляем анкетку Очень маленькую Для того, чтобы вы могли ее заполнить Рассказать о себе И мы могли уже Исходя из того Какой у вас бизнес Чем вы занимаетесь Подумать Каким образом мы можем Лучше всего сработать И рассказать о вас Своей аудиторией Показать ваш бизнес Потому что это очень классный контент Потому что людям будет интересно На вас посмотреть Интересно узнать вашу историю Интересно узнать ваши лайфхаки Плюс ко всему этому Мы будем делать вам Дополнительный коучинг Не бойтесь Мы не будем вас ругать Как участников шоу Мы просто подскажем вам Каким образом Что можно сделать Для того, чтобы это сработало у вас Очень часто Обычно всегда Когда мы находимся В своем бизнесе В своем океане В своем море Мы не видим ничего Что дальше нас Мы замылены У нас есть определенные гипотезы Которые мы отработали Определенный план Который дает нам результаты И мы больше никуда Не мыкаемся Не быкаемся Но иногда Очень важно Сделать что-то новое Чтобы получить принципиально Другой результат Порой мы не видим очевидных вещей Для этого будем мы У вас находиться Мы будем давать вам Еще полезные какие-то Бизнес-рекомендации В отношении того Что можно сделать Чтобы у вас было Еще лучше и круче Очень хотим превратить Наш канал В настоящий кладезь Для предпринимателей В интересный В живой С разными бизнесами С разными контентами Полезный Давать максимально полезную информацию Но также сделать Все для того Чтобы маленькие предприниматели Средние предприниматели Могли вырастать Могли не закрываться Могли не являться Где главной причиной И чтобы не являлось Понижение цены Потому что вы должны понять Что если единственный инструмент Который сегодня вы можете применять Это понижение цены И конкуренция в цене Несмотря на то Что у вас есть масса плюсов О которых не знают другие Это ваша верная гибель Давайте сделаем все Чтобы этой гибели не было У вас есть рекламные бюджеты Вы часто бездарно их сливаете На то Что рекламируете свой продукт Но в таком виде Который опять-таки Не может конкурировать Вы сливаете на то Что пробуете Зачем-то печататься в журналах Когда уже 300 лет доказано Что по крайней мере В больших городах И маленьких брендах Это плохо работает Это нерентабельно С точки зрения денег Вы все равно бездарно Куда-то сливаете эти бюджеты Давайте делать что-то классное По-настоящему Мы очень хотим Чтобы у нас это сработало Поэтому заполняйте Пожалуйста анкеты И мы постараемся сделать все Для того чтобы помочь Вашей стороне И сделать контент Для всех предпринимателей Которые нас смотрят Максимально полезным Как вы помните Недавно мы присутствовали Соли на лаборатории Онлайн-бизнеса И мы эти мероприятия Используем не только для того Чтобы набраться Каких-то новых знаний Но и для того Чтобы познакомиться С новыми интересными людьми И в этот раз Когда мы там были Я познакомился с Игорем Ивицким Он разрабатывает стратегии Интернет-продвижения Для ваших бизнесов И я сразу же предложил ему Вступить в команду Polaris Потому что в команде Polaris Нам нужно сейчас Интернет-продвижение У нас появился интернет-магазин И нам его нужно продвигать Потому что Polaris Как производитель Ему надо очень много трафика Чтобы продавать Наша задача продавать 2-3 тысячи пар в месяц Ну не только через наш Через интернет-магазин Задача же Даже не в том Чтобы продавать Конечному потребителю Задача в том Чтобы найти больше дилеров То есть у нас Должно быть Наше продвижение Анитировано на дилеров Я уже Игорю показал Сайт Polaris Он его проанализировал Сделал там Такую сложную Я вижу карту Сейчас мы вам ее покажем Я разработал Такую вот вчера Скажем Стратегию продвижения То есть это Такие базовые наброски Естественно Потом будем углубляться 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 Но сейчас Что я для них Хочу сделать Что я им хочу предложить В первую очередь Это конечно же Контекстная реклама То есть это Клиенты на завтра Грубо говоря То есть мы Пока откладываем Там сэл Все остальное Это этим мы всегда Успеем заняться Сейчас наша задача Уже завтра Дать им первых клиентов Поэтому какие Мои рекомендации Вот что сделать Уже завтра Наверняка У них есть торговая марка Зарегистрированная Поларис Поэтому Чтобы я сам Сделал уже На следующий день Это подал В гугл Жалобу На использование Торговой марки Чтобы гугл Запретил Использование Торговой марки Всем другим Компаниям Кроме Поларис В первую очередь Настраиваем На Горячих покупателей То есть на тех Которые уже Знаете Которые пишут В гугле Купить Дедскую обувь Да Вот Я сейчас говорю Именно о горячих Которые ищут Поларис А Ты говоришь О тех Кто ищет Поларис Сливки Снять Те кто просто Ищет кроссовки Эти кроссовки Сандалики Туфли Все что они Производят Совершенно верно Но с этим Немножко другая Будет стратегия То есть Если те Которые ищут Непосредственно Поларис Мы их просто Берем и даем Вот То Людям надо Поэкспериментировать Которые просто Ищут детскую обувь И еще не знают О бренде Поларис Возможно Следует Их заводить Не сразу На покупай 45 Или там 43 размера Возможно Их следует Сначала Завести На какую-то Страничку Или Ну вот Мы еще Об этом Подумаем Есть ли Смысл Вообще По ним Настраивать Рекламу Ведь Поларис Когда Вводишь Поларис Первый Выходит В поиске Google После рекламы Сразу Это когда Мы вводим Детскую обувь Поларис Когда мы ищем Конкретную модель Босоножки Поларис Вот пожалуйста Розетка Использование Торговой марки Поларис Ну а Поларис Естественно Реклама Смотри У нас Какая с тобой Стоит задача У нас Стоит задача Сделать так Чтобы Контекстная реклама Была рентабельной В первую очередь Да Давай поговорим Примерно Об этом Ну смотри Есть например Цена Оптовая Есть оптовая цена Которая составляет Примерно 20 долларов Есть цена Розничная Которая составляет Примерно 40 долларов Ну я там В зависимости Я не говорю Там модели Плюс-минус Это пляжи Средние Вот Значит Условно говоря Я так понимаю Что если например Продавать Ну продавать По 40 По розничной Да И 10 долларов Тратить на клиента На каждого На каждую продажу То в принципе Это как бы Окупаем Вот Нормально Вот Удастся ли нам Допустим За 10 долларов Как ты считаешь Получить Одну продажу Если мы сделаем За доллар Это будет Вообще Конечно Я думаю Вполне Уложимся То есть Вот этих вот Сливки По этой цене Снимем Горячие клиенты Плюс Тут же следует Учитывать Жизненный цикл Покупателя Что мы еще Ремаркетингом Можем догонять Его и догонять Но это же в общем Цена Это же Ну в общем Цена учитывается И ремаркетинг И вся Ремаркетинг И мы уже Намного дешевле То есть У нас если есть Аудитория Там тысяча Две-три тысяча Человек Реклама На такую аудиторию Будет обходиться Но по сравнению С поиском новых Это будет Копейки сущие Потом смотри У них есть такая штука Как остатки У них очень много Остатков обуви Которые они могут Продавать Когда акция Снижены цены Там распродажа Вот мне кажется Нужно сделать Такой раздел И на него Да Плюс в гугле Недавно появилась Возможность Добавлять промо-акции Распродажи Расширение объявления Плюс Сразу же Нужно настроить Будет аналитику Для того чтобы Мы не вслепую Делали ставки А все-таки Могли понимать Кто к нам приходит Какой показатель отказов Мне интересно Насколько Вот такой контент Вам заходит Если не заходит Напишите пожалуйста Комментарий Скажите Не надо нам больше Такого нудного контента Или наоборот Если вы готовы Это смотреть Потому что То что о чем Мы сейчас говорим Это 90% людей Эти ошибки делают Поэтому Если вы продаете Что-то в интернете Вам это очень Очень крутая информация Сейчас мы даем Да То есть мы делаем Аналитику Делаем электронную торговлю В Google Analytics Выстраиваем То есть чтобы мы могли Не только по целям Но и видеть По Прибыли Сколько нам Рои в автоматическом режиме Считать А я бы сразу Немножко хотел Поработать с сайтом То есть это то Что скажем Те нюансы Те доработки Те допинки Которые малой кровью Позволяют уже Вытянуть Вот максимум Из тех Кого мы привлечем Что в первую очередь Вот сразу Мне бросилось в глаза Нету списка желаний То есть человек зашел Человек хочет купить Но не сейчас Что еще У меня возникла Хорошая идея То есть я сам Отец Пятилетней Девочки И я знаю Как происходит Покупка обуви То есть жена Выбирает обувь Потом мне в вайбере Кидает Я ее заказываю Плачеваю И так далее Так вот мне Пришла Даже не ссылка А вот Своего рода Добавить кнопочку Отправить мужу То есть нажал Выбрал Телеграм Отправить мужа Это жестко Но правильно Да И мужу сразу Пришла ссылочка Сайт Цена Все отлично Можно даже Встроить Какой-то Пеймент Системы Сразу Надо строить Сразу Текст Послания Милые Наши дети Это очень хотят Срочно обратим Отлично Плюс Онлайн Консультант Хочется У всех Всегда Есть возможность Позвонить Задать вопросы Учитывая Да там что-то всплывает Участвую в Гиллэвэй Знаешь Мне это напоминает Не знаю Из магазина Выходишь Тебе за руку Хватают Стой Возвращайся Смотри У меня На этот счет Давай я ко мне Вот это Давай об этой штуке Поговори Как вам Всплывающие формы На сайте Вот я лично Терпеть их Не могу Как пользователь Как пользователь Я ненавижу Но В интернете Что рулит Цифры Да Что по цифрам Оно Увеличивает Продажи Или не увеличивает Продажи Тут надо смотреть На уместность То есть Если Вот например Если мы говорим О продаже Какого-то продукта Лендинг у нас есть И вот Человек там смотрит Там цена 1000 гривен Он И мышкой Тянется Наверх Закрыть Ему выскакивает Постой 10% Скидка О Хорошо Задумался Задумался Это уже Свою функцию выполнен Тут же Фактически Я зашел Посмотреть Какую-то обувь А ну да Меня перебивают Процесс покупки И мне Как бы Участвую в Giveaway Polaris Во-первых Не все понимают Что такое Giveaway И сразу Сходу Без объяснений Выбери свой Мессенджер Я не хочу выбирать Свой мессенджер А вот чат Кнопочка Кстати Опять же Опять да Непонятно Ну то есть Нужно в каком-то Мессенджере В каком-то Мессенджере Да Идет в мессенджер Единственное О чем хочу Сразу предупредить Это Очень большая Проблема У многих Ставят Чат Ставят Сайт И не отвечают Понимаете Когда вы начинаете Отношения с клиентом Сразу с обмана Даже в малом Таком То он уже Потом вам не верит Он даже Если у вас Крутой продукт Уже Он не верит Что у вас Крутой продукт Да Плюс Я бы Ориентировался То есть Бренд довольно Такие интересные И для меня Лично Интересно Тем что он Украинский Я люблю Действительно Поддерживать Украинский Малый бизнес Максимальный Акцент Даже Вот Привлечение Новой аудитории Конечно Но максимальная Цена На работе Существующей То есть Я бы Сделал Систему Скидок Для того Чтобы Люди Лояльнее Бренду Оставались Программа Лояльности Чем больше Покупаешь Тем больше Накопитель Совершенно верно Плюс Сразу же Еще Что я хочу На сайте Сделать Сразу Какие-то Социальные Доказательства Что Эту Бур Покупают Фотографии То есть Предложить Покупателям За скидку На следующий Заказ Сделать Фото Обуви И Хотелось бы Чуть Простимулировать Покупки То есть Какие-то Самая Популярная Модель Какой-то В углу Флажочек Или Последняя Пара Хит Продаж Или Заканчивается Минимальная Стимуляция На складе Осталось Триггеры Нужны Так Алексей Я обращаюсь Сейчас к Алексею Создателю Сайта Это У меня Просьба Внедрить Это все И Плюс Опять же Малой кровью Для начала С партнерами Прайс-агрегатор Я проверил На хатлайне Например Обуви Поларис Нет Там Люди Которые Непосредственно Нацели на покупку Хатлайн Плюс Я бы Попробовал На первом этапе Несколько Купонаторов Типа Купон И так далее Скидка На обувь Сезон Сейчас Лето Приближается И конечно Маркетплейс Розетка Вернемся Контекстно Реклама Значит Мы сейчас Гугл Настраиваем По Самым Горячим Самых Горячих Клиентов Которые Ищут Не просто Обувь А ищут Обувь Поларис Мы Затем Этих Клиентов Сегментируем В зависимости От их Поведения На сайте Мы их Сегментируем По аудиториям И затем По этим Аудиториям Мы настраиваем На них Ремаркетинг Который В зависимости От того Например Человек Интересовался Женскими Для девочек Для мальчиков Мы его догоняем Соответствующими Объявлениями По всему интернету Мы делаем Динамический Ремаркетинг Это называется Динамический Ремаркетинг Если человек Оставил что-то В корзине Мы ему Напоминаем Что вот У вас Там обувь Лежит Докупите Если человек Смотрел Опять же Раздел Босоножки Для девочек Мы ему Эти модели Показываем Что мы дальше Делаем По контекстной рекламе После того Как мы Эту базу Настроили И начали Уже Получать Первый трафик Далее Мы выстраиваем Все брендовые Запросы Все общие Запросы Купить Обувь То есть мы сняли Первое Сняли По моделям Потом По брендовым И тут еще Что я бы сделал В Украине Довольно много Брендов Плюс-минус Этой же Ценовой категории Обуви Вот как-то Попробовать Причем Более известных Брендов Попробовать По их запросам Порекламироваться И То есть Это не Агрессивная Конкурентная борьба Что они плохие Мы хорошие Нет Рассмотрите Еще и варианты То есть Помимо Да Вот такого Хорошего бренда Есть еще Такой Ищите Там Такой-то Посмотрите Павалис Плюс Мы делаем Поисковый Ремаркетинг На этих людей Что такое Поисковый То есть Что такое Обычный Ремаркетинг Уже Наверное Все знают То есть Это Когда за вами Тостер Посмотрели За вами Гоняются Потом По сайтам И этот Тостер Предлагают Что такое Поисковый Ремаркетинг Это Когда мы На сайте Побывали Идем Потом В гугл Что-то Ищем И нам У нас Как рекламодатели Есть возможность Показывать Объявления На широкую Целевую Одни А на людей Которые Вы на сайте Чуть-чуть Видоизменять Или Делать Мультипликатор Ставки То есть Для всех У нас Ставка Например 5 гривен За клик А для тех Кто хоть раз Был на сайте Ставка 8 гривен За клик Зачем Это Прекламируем Наша задача Это Получить клиента По минимальной стоимости Наша задача Минимальная цена Почему Потому что Мы не знаем Этого клиента Он нам не знаком Он чужой Когда мы работаем С клиентами Которые были у нас На сайте Мы уже считаем Что этот клиент Не чужой Он свой Он нас знает Он нас помнит И тут Нам мы можем Чуть-чуть Подороже Поставить цену за клик Ради чего Ради того Чтобы его первым Схватить Чтобы были на первом месте Для нас он уже Самый ценный Да Потому что он ценнее Чем остальные Что дальше То есть Когда у нас Более-менее Отлажен контекст Что мы делаем Ютуб Кстати сразу рекомендация Куча роликов На канале Поларис Куча классных роликов Но какие у этих роликов Названия Босоножки 857-438 Сделайте классные Сточные названия И у вас попрет Уже трафик Из ютуба Вот-вот Просто вот так Моментально Далее Что мы делаем По SEO Мы разрабатываем Когда у нас У нас уже Все это будет работать Необходимо будет разработать Семантического ядра Взять копирайтера Который нам Все это Напишет И чуть-чуть поработать С линбилдингом Еще раз Это волшебное слово Линбилдинг Что это? Это человек Который Анализирует Сайты конкурентов Смотрит Кто ссылается На конкурентов Дальше Все это Выгружает В Excel Смотрит Совпадения Какие ссылки Все конкуренты Покупали Дальше Есть регрессионный анализ Статистическая достоверность Оценивается То есть Линбилдинг Это математика Моя задача По формулам Посчитать Какие ссылки Дают результат Для моих конкурентов И дальше Получаю список Из Полтысячи Тысячи ссылок Который Наибольший эффект Дали моим конкурентам После того Как мы Параллельно С этим Мы запускаем E-mail То есть У нас есть уже База Я слышал Отлично Мы делаем Дизайн Оформляем E-mail Новинки Акционные То есть Для существующих Клиентов Лучше база Чем E-mail Идеально Я тоже Обожаю Этот инструмент Отлично Дальше Мы можем Параллельно Пустить рекламу В соцсетях Facebook Instagram Рекламу Возможно С лидерами Общественных Мнений В Instagram Каким-то Блогерам Предложить Завод Потом Это отдельно И Отдельный Кусок Который Я хочу Им глубоко Заняться Это работа С репутацией Это пресловутое Сарафанное Радио Я подумал А давай Мы ссылку На эту карту Красивую Твою Оставим Под видео Да Запросто Не секрет Нет Конечно С репутацией Работа Что Это под собой Подразумевает Заказать Прогрев Аккаунтов На форумах Чтобы И так далее Подготовили Аккаунты С уже Там 100-150 Сообщений То есть Это называется Прогрев Аккаунтов Это тоже Услуга Плюс Мы делаем Отзывы Я посмотрел На сайтах Типа Рекомендед Отзыв На Polaris Нет Соответственно Есть сервис Qcomment Кто еще не знал Этот сервис Мы уже лет Наверное 10 Вообще Супер сервис Позволяет нам За цену Порядка 20-30 гривен За отзыв Нам живой Реальный человек Напишет Этот отзыв Делаем параллельно Так называемый Social Listing Social Listing Это сервисы Которые позволяют Нам уведомлять О упоминании Нашего бренда В социальных сетях Это очень классно Люди любят Когда бренды Не важно Маленький Большой Я маленький человек Я купил Маленькую обувь А на меня Обратил внимание Бренд Класс И я бы поработал Со средствами Массовой информации С новостными сайтами Опять же То о чем я говорил Украинский бренд Супер качество Интервью Это люди Любят Отечественно Соответственно Дать им информацию Что такой бренд Существует Хорошо Игорь Я думаю На сегодня Хватит Мы уже и так Забили голову Скучной информацией Но вообще На самом деле Мы дали Вам сплошное мясо Еще даем Эту карту Которую Игорь сделал Будем дальше Следить Как эта работа Будет происходить Бизнес Это вот такая Нудная Блин Систематическая работа А не какой-то там Раз Супер идея Бац И сразу У тебя Фейсбук новый Кто был на лобби Помнят Три заветные буквы От Каминского Ну-ка напомни Каминский Эдгар Каминский Что нужно делать Чтобы стать Знаменитым И богатым Ебше Три волшебных буквы Что это Как и расшифровывается Вот так и расшифровывается Так и расшифровывается Ебше Пошли Ну что Вот так прошла Эта неделя Я кстати помню Что я обещала вам Что мы снимем Видео Разборы С леди босс Но увы И ах Я мне кажется Очень много на себя взяла Потому что у нас Огромное количество Сейчас работы Было много разъездов Поэтому мы просто Взяли и не успели Но Я думаю Что уже в следующих выпусках По крайней мере Мы будем все для этого делать Мы будем Снимать Именно вас Ведь как вы помните Вы можете заполнить анкету И мы снимем Историю о вас Мы расскажем О вашем бизнесе Мы поможем вам достать Все самое ценное Что в нем есть И сделать так Чтобы об этом узнало Как можно большее количество людей Так что мы Будем становиться Все интереснее и интереснее Обязательно подписывайтесь На наш канал Заполняйте анкету Которая вот здесь Вот внизу находится Для того Чтобы попасть В общем-то К нам Познакомиться ближе Пообниматься И конечно сделать так Чтобы ваш бизнес Приносил все больше И больше денег А вы можете это сделать Если вы Доверитесь правильным людям Но самые правильные люди Это люди Которые жгут всегда Все пошло работать До скорой встречи Ставьте нам лайки Субтитры сделал DimaTorzok